Исполнение бюджета положительное. За прошлый год по доходам выполнено на 105% по расходам на 99,7%. Это учитывая, что в сельском поселении Развилковское бюджет ввели самостоятельно. В плановом отчете главы поселения основная работа, проделанная за прошлый год. От благоустройства улиц до начала масштабных строительств. Так в прошлом году заложили детскую школу искусств. Осенью в планах открыть души, как и реконструкция детсадов «Кораблик» и «Сказка» появятся в Развилке благодаря финансированию из столицы. В области спорта будут большие подвижки. К сожалению, на сегодняшний момент, кроме той спортивной уличной площадки, стадиона уличного, здесь нет объектов, где можно было бы заниматься. Планируется передача ФОКа, который находится на территории института в НИИГАЗ. И надеюсь, что это станет еще одним спортивным объектом, где возможны тренировки, проведение различных мероприятий. Еще из приятного в этом году начнется реконструкция стадиона. Обновление полное, с трибунами на 620 человек, парковками, под трибунным пространством и даже душевыми. Полностью благоустроят и набережную Ощеринского пруда. Будут дорожки, освещение, будут зоны пятниковые, будут площадки. То есть зона отдыха будет великолепная. Вопросы, которые жители задавали по окончании доклада, исполняющему обязанности главы поселения, были самые разные. Но в основном по услугам ЖКХ. Конечно, самая горячая тема по программе развития застройки территории, которая в первую очередь решит вопрос переселения из ветхого жилья. Мы ведь не родились бы в грознотроительном кодексе даже такие понятия развития застроенной территории. Если бы в Российской Федерации все жилье было бы новое и замечательное. Мы должны найти баланс по организации самого строительства. Это вызывает негатив, так как строительная техника уже в настоящее время пользуется дворовыми территориями, близлежащих домов 31, 32, 34. Это вызывает абсолютно справедливый негатив жителей. И здесь мы должны вместе с Министерством строительного комплекса Московской области утвердить организацию строительства таким образом, чтобы либо была сделана временная подъездная дорога, минуя дворовые территории. Ответы прозвучали на все поставленные вопросы. Надо отметить, что перед началом мероприятия у всех пришедших послушать отчет была возможность решить свои вопросы с представителями социальных и государственных структур района. Центр моей документы, Пенсионный фонд, Управление образованием, здравоохранение, Налоговая инспекция, Управление земельно-имущественных отношений и другие. Татьяна Кременецкая, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.